Цены на бензин в Казахстане напрямую зависят от российских поставщиков. Об этом сегодня заявил первый вице-министр энергетики Узагбай Карабалин. По его словам, треть от всего объема нефтепродуктов наша страна покупает у России. Только в этом месяце для обеспечения внутренних потребностей будет поставлено около 110 тысяч тонн топлива. Какая цена на топливо сейчас сложилась в регионах, расскажет Ашкарский. Несколько дней назад стоимость бензина марки АИ-92 и 93 составляла 108 тенге за литр. После отказа правительства от регулирования цен на ГСМ, министр энергетики Владимир Школьник предупредил. Цена востребованной марки может достигнуть 140-150 тенге. Как мы видим сегодня, заявленная цена ниже и составляет 125 тенге за литр. Вопрос, возникший после перемен, как при снижении цен на нефть в стране, напротив, дорожает топливо. Сегодня на встрече с журналистами первый вице-министр энергетики Узагбай Карабалин прокомментировал влияние инфляционного таргетирования на стоимость бензина. Треть от всего объема нефтепродуктов Казахстан покупает у России. В свою очередь посредники приобретают топливо на заводах, а также у частных структур по контрактам. Цена на бензин устанавливается продавцом. Но возможно ли в сегодняшней ситуации понижение цен? Почему нет? Если на рынок придет достаточно много бензина, если мы его не покупаем по тем ценам, которые нам предлагают, естественно продавец будет снижать эти цены. И я думаю, что мы это ощутим, наверное, вот когда через октябрь пройдем, в ноябре-декабре мы увидим уже более реальные рыночные цены и тогда уже посмотрим. Средняя стоимость бензина в 125 тенге установлена большинством столичных автозаправочных станций. Как же выглядят ценники в областных АЗС? Слово моим коллегам из Петропавловска. Спасибо Донара. На территории севера Казахстанской области установлено 130 автозаправочных станций пяти топливных компаний. И цены на них сейчас разнятся буквально на одну-две тенге. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 – 124 тенге. Немного подорожал 95-й, сейчас его отпускают по 135 тенге за литр. Антимонопольное ведомство уже затребовало у реализаторов ГСМ письма с объяснением причин повышения цены. Специалисты изучат, когда был закуплен этот бензин, по какой стоимости и сколько составлял остаток по состоянию на 5 сентября. Если установят, что цены на заправках подняли безосновательно, то предпринимателям придется выплатить крупный штраф с конфискацией монопольного дохода. На этом у меня все. Про обстановку в Уральске расскажет Ботагос Базарбаева. Спасибо, Нургуль. В Западноказахстанской области реализацией ГСМ занимаются 9 крупных предприятий и около двух десятков частных предпринимателей. Работают 105 автозаправочных станций, 43 из них находятся в областном центре. Подсчитано, что ежесуточно западноказахстанцы заливают в баке около 300 тонн бензина. На сегодня АИ-92 есть на всех АЗС. Самый дешевый по 120 тенге. На каждой станции своя цена, но пока не выше 126 тенге. У национального оператора Казманайгаз литр 92-го, 125 тенге. Ценового сговора не было. К ответственности за необоснованные высокие цены никто не привлекался. По информации Управления энергетики, на сегодня в области в запасе имеется 7,5 тысяч тонн 92-й марки. Еще 4,5 тысяч выделено Минэнерго на сентябрь. Ожидается, что в ближайшем времени в область будет завозиться и российский бензин. В среднем по 8 тысяч тонн в месяц. Моя коллега из Шимкента, Катерина Попкова, сегодня тоже проехалась по заправкам. Катя, скажите, почем у вас АИ-92, бензин самой популярной марки? Бутако, сегодня наши автозаправщики единогласны. Литр самой ходовой марки АИ-92 все продают по 125 тенге. Мы объехали самые популярные автозаправочные станции в Шимкенте. Ажиотажа нигде нет. Бензин отпускают в обычном режиме. Новую стоимость самого популярного в стране бензина в Ассоциации автозаправщиков в области называют обоснованной. При сохранении прежних цен страну, по их словам, ждал бы дефицит. Ведь 30% ГСМ в Казахстан привозят из России. Также в Ассоциации добавили, что в области тщательно следят за ценами. Чиновники каждый день проверяют заправки, а их около 600. Тех, кто решил нажиться на этой ситуации, пока не было. В Акимате сказали, что особо предприимчивых будут наказывать. В Ассоциации автозаправщиков сейчас большие надежды связывают также с реконструкцией Шимкентского нефтеперерабатывающего завода. В конце этого года завершится первый этап модернизации. Планируется, что в 2016 году завод будет перерабатывать вместо 5-6 миллионов тонн нефти. Глубокая переработка будет доведена до 90%. После модернизации предприятие будет считаться высокотехнологичным современным НПЗ, работающим по мировым стандартам. О том, как обстоят дела с ГСМ в Усть-Каменогорске, расскажет моя коллега Анель Исенбердина. Анель, помните мне, что еще недавно у вас был ажиотаж. Все массово решили купить побольше бензина. Что сейчас? Да, Катерина, ситуация в Усть-Каменогорске стабилизировалась. Действительно, после того, как правительство отказалось от госрегулирования цен на самый ходовой бензин марки АИ-92, люди пытались запастись топливом. Стоимость его здесь залетела сразу со 106-108 тенге до 130-135. Тем более, ходили слухи, что и это не предел. А сейчас ажиотаж прошел, да и бензин стал дешевле. На всех заправках теперь стоит единая цена – 125 тенге за эту марку бензина. Мы специально проехали по нескольким станциям и лично в этом убедились. Правда, такое единодушие АЗС проявляют только по АИ-92. 95-й бензин тоже резко подорожал и успел снова стать дешевле. В среднем он стоил в первые дни 150 тенге, сейчас его продают где-то по 138, где-то по 139. А в Казмуной Газе просят 136 тенге за литр. Местные жители надеются, что и другие последуют этому примеру и еще поработают над снижением стоимости бензина. В областном антимонопольном ведомстве же ведется ежедневный мониторинг АЗС. Любые цены должны быть обоснованы. Они рассчитаны на получение сверхприбыли, считают здесь. Они уже направили в сети автозаправок запросы о причинах повышения, хотя никого в регионе еще за это не наказывали. Астана.